Мечта сбывается и не сбывается. Любовь пригодна, порой и дам. В репертуаре Акры около 200 песен – патриотических, лирических, советских и современных. Но именно попури ретро-шлягеров можно смело назвать визитной карточкой коллектива. Яркий коктейль из песен советской эстрады покорил и петербургскую публику. Этим номером Староскольский коллектив открывал гала-концерт 4-го открытого всероссийского конкурса вокального искусства «Голоса России» после нескольких дней творческих состязаний. Наш коллектив Акра участвовал в конкурсе в первый раз. Такой подарок себе и своим поклонникам-староскольцам они решили сделать в год 10-летнего юбилея группы. Я первый раз была в Санкт-Петербурге. И всегда почти на каждом интервью я говорила, я мечтаю поехать с коллективом туда, принять участие в конкурсе, посмотреть город. И вот наконец-то мечта сбылась. Вот это такой значимый юбилейный год. Я очень рада, что мы побывали там, что мы заняли почетные места и сумели представить наш город очень достойно. На соцжюри артисты представили шесть номеров в двух номинациях – исполнение патриотической песни и эстрадный вокал. Три из шести композиций написаны Староскольским автором Евгении Ташмановой. В итоге патриотическое исполнение принесло нашим вокалистам первое место. За эстрадные номера присудили второе. Каждый раз стараемся, выкладываемся по максимуму. И каждая поездка мы не приезжаем с пустыми руками и надеемся, что будет только больше, лучше. Отличился на конкурсе и еще один старосколец – Николай Бесхмельницын, выходец из коллектива «Акро», который сейчас выступает сольно. С патриотическими песнями, написанными нашими авторами, он стал лауреатом третьей степени. Вернувшись из Питера, артисты начали активную подготовку к своему юбилейному вечеру. Десять лет на сцене «Акро» отметят грандиозным шоу-концертом. Вокалисты обещают много сюрпризов. Праздничный вечер начнется в Центре культуры и искусств 5 мая в 18.30.